Зададимся вопросом о логической равносильности формул, предварим изложение строгим определением понятия равносильности формул. Формулы F и H алгебры высказываний называются равносильными, эквивалентными, если при любых значениях входящих в них пропозициональных переменных логические значения получающихся из формул F и H высказываний совпадают. Для указания равносильности формул используют специальное обозначение, чтобы определение равносильности формул можно было записать символически. Для любых конкретных высказываний, не следует думать, что в обе формулы непременно входят одни и те же переменные. Некоторые из переменных могут фактически отсутствовать в любой из них. Проверим, например, равносильность данных формул. Для этого составим таблицу истинности обеих формул и убедимся, что значения истинности получающихся из них высказываний одинаковы для любых одинаковых наборов значений пропозициональных переменных. Проверьте самостоятельно справедливость иных равносильностей. Выписывание в предыдущем определении в формулах одних и тех же пропозициональных переменных обусловлено стремлением сделать записи и рассуждения более краткими и лаконичными. Это замечание следует иметь в виду и далее. Для лучшего усвоения понятия равносильности формул алгоритм проверки на равносильность двух формул можно представить в виде условной блок-схемы. Формулы F и G заданы своими таблицами значений. Алгоритм проверки формул на равносильность будет перебором проверять совпадение логических значений формул в цикле. Легко проанализировать работу данного алгоритма и сопоставить ее с определением понятия равносильности формул. Сформулируем и докажем признак равносильности формул. Сущность признака состоит в выявлении тесной связи между понятием равносильности формул и понятием тавтологии. Две формулы F и H алгебры высказываний равносильны тогда и только тогда, когда формула F-эквиваленция H является тавтологией. В самом деле, если две формулы равносильны, то по определению равносильности они принимают равные логические значения для любых конкретных высказываний. Тогда по определению операции эквивалентности ее результат от логических значений этих формул будет равен единице. Откуда на основании соотношения для логических значений заключаем, что логическое значение полученной эквивалентности равно единице для любых конкретных высказываний. Последнее означает по определению тавтологии, что тавтология является формула F-эквиваленция H. Обратными рассуждениями доказывается утверждение, если формула F-эквиваленция H является тавтологией, то формулы F и H равны, теорема доказана. Отметим, что равносильность формул, это не логическая операция над формулами, а отношение между формулами логики высказываний. Это означает, что если F и G – формулы, то выражение F равносильно G уже не является формулой и алгеброй высказываний. Оно – утверждение о некотором взаимоотношении между формулами F и G, лишь сокращенная символическая запись утверждения, высказывания, F равносильно G об этих формулах. Это утверждение либо истинно, либо ложно, то есть формулы либо находятся в отношении равносильности, либо нет. В приведенном далее следствии из теоремы устанавливаются некоторые свойства этого отношения между формулами алгебры высказываний. Отношение равносильности между формулами алгебры высказываний. Таким образом, отношение равносильности является отношением эквивалентности. Докажем это. Рефлексивность следует непосредственно из определения тавтологии и теорем о ней. Для доказательства симметричности отношения равносильности предположим, что первая формула равносильна второй, то есть на основании признака равносильности тавтологии является эквиваленция этих формул. Тогда по одному из свойств тавтологии заключаем, что эквиваленция первой и второй формул принимает всегда те же самые значения, что и эквиваленция второй и первой формул, то есть только истинные значения. Следовательно, тофтологией является эквиваленция второй и первой формул или, по признаку равносильности, вторая формула равносильно первой. Симметричность доказана. Наконец, если первая формула равносильно второй и вторая равносильно третьей, то на основании определения конъюнкции заключаем, что, тофтологией является конъюнкцией соответствующих эквиваленций. Привлекая теперь соответствующее свойство тофтологии и правила заключения для получения новой тофтологии, получаем что тофтологией является эквиваленция первой и третьей формул, следовательно, по теореме о равносильности, эти формулы равносильны. Итак, отношение равносильности формул транзитивно. Таким образом, это отношение есть отношение эквивалентности, что и требовалось доказать. Как и всякое отношение эквивалентности, отношение равносильности формул алгебры высказываний разбивает множество, на котором оно задано, на непересекающиеся классы эквивалентных элементов. В данном случае множество всех формул алгебры высказываний распадается на попарно непересекающиеся классы, в каждом из которых находятся равносильные между собой формулы. Один класс, например, образует все тофтологии, другой, все тождественно ложные формулы, имеется и много других классов. Приведем примеры равносильных формул. В следующей теореме перечисляются некоторые основные равносильности. Они получаются из тофтологий, приведенных в теоремах ранее, на основании признака равносильности формул. Итак, справедливы данные равносильности. Сформулируем и докажем лему о замене, которая служит основанием для равносильных преобразований и упрощения формул. Если формулы G и H равносильны, то для любой формулы алгебры высказываний F имеет место равносильность, представленная на слайде. Другими словами, если в формуле некоторую ее подформулу заменить на равносильную ей формулу, то полученная формула будет равносильной исходной. Поскольку формулы G и H принимают всегда одинаковые значения при одинаковых значениях пропозициональных переменных Y, то формулы Y, полученные заменой в исходной формуле, выделенной под формулы на G и на H, принимают одинаковые значения при любых одинаковых наборах значений ее переменных. Следовательно, тофтологией является эквиваленция формул, полученных в результате замены, то есть эти формулы равносильны друг другу, что и требовалось доказать. Например, на основании приведенной леммы и равносильности вытекающей из закона поглощения, длинная формула слева равносильна более короткой формуле справа. Общая формулировка леммы о замене может быть конкретизирована в соответствии с индуктивным определением формулы следующим образом. Пусть имеется формула отрицания, тогда если формула f равносильна формуле g, то отрицание f равносильно отрицанию формулы g. Это свойство означает стабильность отношения равносильности формул относительно отрицания. Далее, пусть исходная формула является конъюнкцией, тогда если f первая равносильна g первой, и кроме того, f вторая равносильна g второй, то равносильными будут и их конъюнкцией. Об этом свойстве говорят, что отношение равносильности формул стабильно относительно операции конъюнкции. Аналогично, отношение равносильности стабильны и относительно остальных логических операций, дизъюнкции, импликации и эквивалентности. Используя лему о замене и приведенной ранее равносильности, можем от одной формулы переходить к равносильной ей формуле. Такой переход называется равносильным преобразованием исходной формулы. Равносильные преобразования формул применяются прежде всего для упрощения формул. Например, упростим данную формулу используя равносильности из теоремы о равносильностях. Равносильные преобразования формул применяются также для приведения формул, к специальному виду или к специальной форме, к так называемой совершенной нормальной форме, имеющей исключительно важное значение как в самой алгебре высказываний, так и в ее приложениях. Об этом речь пойдет чуть позже. Отметим, что если некоторая формула является тавтологией, то и всякая равносильная ей формула также является тавтологией. Сделанное замечание позволяет обнаружить еще одну сферу применения равносильных преобразований, доказательства тождественной истинности тех или иных формул. Для этого данную формулу нужно равносильными преобразованиями свести к формуле, очевидной являющейся тавтологией. Таким образом, равносильности играют исключительно важную роль в логике, практически как тождество в алгебре. Можно провести параллель между понятием логической равносильности формул в алгебре высказывания и известным понятием тождества школьной алгебры. Равносильность формул это не что иное, как их тождественное равенство с точки зрения школьной алгебры, с той лишь разницей, что тождественность рассматривается относительно различных базисных множеств, в школьной алгебре – относительно множества всех вещественных чисел, а в алгебре логики – относительно двухэлементного множества содержащего 0 и 1. В школьной алгебре тождественное равенство означает, что выражения в левой и правой его частях принимают одинаковые значения при всех значениях вещественных переменных. В алгебре логики равносильность формул означает, что левая и правая ее части принимают одинаковые логические значения при всех допустимых значениях пропозициональных переменных. Ввиду конечности базисного множества алгебры логики проверить справедливость той или иной равносильности можно механическим перебором всех возможных наборов значений пропозициональных переменных, входящих в равносильность и вычислением на них значений левой и правой частей равносильности. В школьной алгебре бесконечность базисного множества не позволяют доказать ни одно тождество методом перебора всех значений входящих в него переменных. Для этого разработан метод тождественных преобразований алгебраических выражений, опирающийся на основные свойства арифметических операций над вещественными числами. Этими свойствами являются перестановочность, коммутативность, и сочетательность, ассоциативность, сложение и умножение, распределительность, дистрибутивность, умножение относительно сложения и тому подобные. Правда, ввиду нестрогости введения понятия вещественного числа в школьном курсе математики сами эти свойства принимаются без доказательства. Подобно тому, как в школьной алгебре понятие тождество, тождественного равенства, приводят к понятию тождественного преобразования алгебраических выражений, так в алгебре логики понятие равносильности формул естественным образом приводят к понятию равносильного преобразования формул логики высказываний. Здесь важно выяснить, что равносильные преобразования формул основываются на лемя о замене. Равносильные преобразования используют основные равносильности, приведенные в теореме о равносильностях. Полезно сравнить свойства логических операций, выраженные в основных равносильностях, со свойствами арифметических операций, помню, что некоторые логические операции имеют претензии на аналогию с некоторыми арифметическими операциями. Так конъюнкции нередко называются логическим умножением, а дизъюнкция – логическим сложением. Наиболее разительны отличия в следующих свойствах, и демпатентность конъюнкции и дизъюнкции. Это означает, что невозможность степени умножения на натуральные числа, дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции, законы поглощения. Таким образом, мы приходим к некой новой алгебре, необычной по сравнению со школьной алгеброй, основанной на вещественных числах, это и есть алгебра логики или алгебра высказываний, равносильные преобразования в ней, как и в школьной алгебре, предназначены для приведения логических выражений, формул, к определенному виду.